Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в театре Натальи Бондаревой. Здравствуй, Наташа! Здравствуйте! Очень рада побывать впервые в твоем новом доме, в твоем новом театре. Расскажи об этом пространстве. Оно уникально. Уже удалось, пока выставляли камеры, свет, посмотреть. Ну, конечно, поражают масштабы, честно. По сравнению с тем, что было и то, что есть, это огромная разница. Вот. И это приятно. Я очень рада, что вы сегодня пришли к нам, пришли к нам в гости. Этот зал, это воплощение очень такой, знаете, такой глубокой-глубокой мечты многих лет. Для каждого творческого человека очень важно, где он может репетировать, где он может создавать, где он может думать, мыслить. И, конечно, вот это пространство, оно очень дорого сердцу, очень дорого душе. И, конечно, колоссальная благодарность Богу, что за все годы, которые, ну, были довольно-таки тяжелыми, тяжелыми по организации любых мероприятий, ну, и теперь, я знаю, счастье настолько разливается, настолько хочется со всеми поделиться, и настолько мы ждали этот момент, что я, конечно, очень рада, что сейчас все по-другому. Ну, можно сказать, что здесь театр обрел новый дом, что вы все здесь артисты как дома? Даже не так. Я очень рада, что, наконец-то, как сказать, мое творческое путешествие, оно нашло свое пространство. Именно мое творческое путешествие. Потому что, конечно же, очень много было переживаний, очень много было слез, очень много было всего-всего-всего, потому что просто так, ну, такие подарки, такая мечта, она, конечно, не реализуется и не сбывается. Конечно же, Гнесинское училище, академия, консерватория, путешествия по всем странам мира, когда я представляла национальную культуру за рубежом. Мне всегда, когда я приезжала в Одинцово и работала здесь, вот в этих вот маленьких пространствах, о котором, Машуль, вы говорите... Но не менее любимых зрителями. Нет, понятное дело. Я за все очень благодарна Богу. Это опыт. Это опыт и своеобразный такой, я не знаю, действительно, знаете, такая проверка на смирение. Но это сложно. Это очень сложно. Для творческого человека это мега сложно, потому что творческие, ну, тонкие люди, они очень по-своему воспринимают мир. Тоже, как я называю, знаете, когда антенка настраивается, ты начинаешь писать либо музыку, либо сценарий, либо что-то придумывать такое, а чтобы ты мог подарить людям, чтобы это все принесло радость, добро, позитив. Потому что иначе непонятно, для чего это все. Вот, поэтому я как-то очень, да, я очень страдала, горевала и постоянно хотела к своим в Москву. То есть у меня постоянно какое-то было такое состояние, «Отпустите меня, я хочу к своему, хочу к своим коллегам». А сейчас все, слава тебе, Господи, по-другому. Теперь есть пространство, куда мои замечательные люди, замечательные мои коллеги, люди из моего цеха приезжают сюда, и мы можем с ними сколько мы хотим. Хотим час, хотим три часа, хотим пять часов репетировать, создавать. Это, конечно, очень большое счастье. То есть сейчас нет никаких ограничений для творчества? То есть есть пространство, которое необходимо заполнять. Чем оно будет заполняться? И уже заполняется. Ой, знаете как. В этом году моей творческой деятельности уже 30 лет, а театру 28 лет. И, конечно же, за эти годы, ну, понятное дело, это колоссальная практика. Ну, кто знает меня уже много лет, все знают, что для меня очень важен костюм. То, что первая специальность – это все же не певица, а художник-модельер. Поэтому очень много наработок костюмов, которые я и сама вышивала, и шила, и придумывала. Потом уже мы стали объединять усилия с модельерами, с замечательными людьми. Поэтому, конечно, тоже много наработок. Очень много такой музейности уже, потому что, к примеру, там один костюм создавала я там около года с вышивками. То есть все это леской, все это вручную. Это купить невозможно. По поводу спектаклей, ну, это понятное дело. Творческие меня поймут люди. То есть это, конечно, тоже такая колоссальная база, ну, многолетняя. Мастер-классы. Конечно же, когда появилась маленькая доченька, просто моя сольная деятельность, как певица, которая работала и с оркестрами, ну, понятное дело, она немножечко повернулась в другое русло. И, конечно, вся моя деятельность стала уже носить более такой образовательный характер. То есть мне очень важно... Захотелось передать? Да. И самое главное, что уже стала стоять такая задача, что не просто создать какой-то продукт творческий, чтобы, ну, просто повеселить, да, и как-то там, я знаю, а именно, чтобы каждый наш контент, каждая наша вот эта вот своеобразная творческая такая, такое детище, ребеночек, чтобы он не просто был развлекательным, а, конечно, чтобы он нес именно образовательный характер, чтобы дети учились и понимали, как любить свою землю, уважать, как бы это вот патриотически не звучало, но это важно. Как любить своих родителей, как их тоже вот и уважать, потому что вот это уважение, уважение – это очень хорошее слово, которое вообще как-то оно сейчас забыто. А хочется, чтобы дети включились, чтобы подрастающее наше поколение, чтобы они понимали, что это наша генетика, это наше, ну, как сказать, это наше все. Потому что даже, вы знаете, путешествия по другим странам, путешествия, когда я именно нашу традицию привозила в Японию, Германию, Швецию, где только я не была. Вы знаете, такой был интерес. А что ж такое русские? А да у них вот так. И я очень хочу, чтобы вот эта традиция нашей огромной страны, она никуда не канула, она никуда не ушла. Конечно, чтобы и духовное было в детях. То есть любая наша какая-то спектакль, мастер-класс, творческая встреча, все, что мы делаем, конечно, она сейчас уже, на сегодняшний день стоит задача, красная линия, это, конечно, образовательная вот такая вот деятельность для ребят. Недавно состоялся, ну, сравнительно, недавно прошел, наверное, впервые за долгие годы твой сольный концерт вызвал большой ажиотаж, проходил в Доме культуры Успенский. Вот мне кажется, сейчас с появлением новой сценической площадки могут ли надеяться твои зрители, твои почитатели, что теперь все-таки именно солистки и певицы Натальи Бондаревой станет больше. Конечно, безусловно, прекрасный спектакль, прекрасные мастер-классы и творческие встречи, но все-таки слушателям хочется слышать тебя. Спасибо, Машу. Твои песни, твой голос, Наташа. Спасибо огромное, потому что я очень благодарна тебе за эти слова. Мои близкие люди, те уже, кто со мной много-много лет, некоторые люди есть, которые с семи лет за мной рядышком, а сейчас это уже взрослые девушки прекрасные, у которых детки. И они мне говорят, они говорят, Наталья Владимировна, а когда вы будете петь? И я очень рада, что вот как раз это пространство, уже много задумок. Я надеюсь, что ближе ко дню рождения, на 1 марта, мы сделаем большой сольный концерт. Буду рада вас видеть, всех своих близких и любимых друзей. И здесь уже, знаете, здесь уже можно встретить всех, всех своих дорогих людей, как дома. Не то, что ты там пришел куда-то, кому-то ты сумел уделить внимание, кому-то не сумел, потому что, ну, понятно. А здесь ты можешь каждого обнять, каждому дать свою любовь, поделиться, поддержать. Потому что когда люди вместе, они много что могут. Поодиночке тяжело. А вместе, и когда это все еще в радости, в таком каком-то вот, я не знаю, в позитиве, это замечательно. Ну, рядом ты как раз вот затронула про людей, да, про свою команду. Сколько на сегодняшний день у нас оставляет человек, и кто они, эти волшебники или волшебницы, которые помогают тебе столько лет? В театре, в театре более, ну, где-то 20 человек сейчас у нас, вот штат. Это театр. А что касается людей, которые сейчас объединяют свои усилия, и здесь уже мы делаем новые проекты. Это все мои любимые друзья, с которыми мы сейчас вместе делаем одно замечательное дело. Это творческий продукт. Это и актеры, и певцы, и певицы. Я даже не знаю, сколько их человек, поэтому сейчас вот именно вот в количестве сказать очень тяжело. Сейчас вот я говорю, знаете, вот я не знаю, Машуль, такое впечатление, я говорила вот уже, да, когда вы приходили к нам на открытие, что удивительно, и сейчас происходит такое событие, знаете, когда вот копишь, копишь, собираешь свое лукошечко, причем такими стараниями, все по чуть-чуть, по чуть-чуть. И когда уже есть возможность просто вот, ну, как сказать, все открыть, эту шкатулку, и каждые вот эти изумруды, рубины, сапфиры уже раздавать, уже раздавать людям, чтобы они, ну, как сказать, тоже начинали светиться, идти, и хоть какая-то радость, чтобы у них в сердечке уже было. Есть отклик от первых зрителей, что говорят они, потому что прошел ряд творческих встреч, все-таки какое ощущение осталось именно у них? Да, и детские писатели к нам приезжали, и спектакли. Но вы знаете, я что рада, что, конечно, этот зал уникален тем, что, ну, пока в Одинцово такого нет пространства, где бы можно было вот так творчески насладиться и отдохнуть. Мне очень нравится, когда приходят сюда дети, родители, и первое, когда вот они прям открывают дверь, заходят, они такие, вау, вот это вот их, вот это вот современное. Они, как красиво, начинают смотреть, и начинают душа ликовать, потому что ты понимаешь, что вот каждая, каждая вот эта вот кирпичик, вот этот вот паркетик, что это все своей, все своей любовью, это все как-то вот быстро. Здесь нашлось место и костюмы, наконец-то. И выставку, и сейчас... Теперь можно их не прятать. Да, и теперь мы, наконец-то, будем уже делать выставку костюмов, потому что у меня тоже за эти годы, я же закончила сольное народное пение в Гнесинке, поэтому, конечно, традиция и русская история, русские свадьбы, этника, это мое. Ну, чему меня учили, это моя база. Поэтому, конечно, сейчас все прялки, все косы, все грамли, которые были собраны в деревнях, то есть это теперь уже будет такое маленькое пространство, где можно тоже деткам рассказывать о традиции и немножечко их погружать именно вот в историю нашего вот того прошлого времени, чтобы они немножечко понимали, что, как люди жили, как появлялась ткань, как ее ткали, что это такой лен, что это за растение. То есть, ну, много всякого. Ну, и, конечно, и художники тоже. Ну, просто творческое, открытое пространство, где мы обязаны просто, я всем своим тоже ставлю задачу, обязаны дарить информацию, которую мы владеем, замечательную, это, конечно же, нашим деткам, подрастающему поколению. Да вы знаете, честно сказать, и взрослым. Не каждые взрослые, тоже они как-то в теме. Благодаря этому пространству удалось реализовать еще один твой проект, о котором ты мечтала и задумывала уже давно, в течение нескольких лет, это «Фабрика искусств». Что это такое, что это за творческий продукт и кто уже стал его первыми слушателями? Удивительно, что этот год был такой насыщенный, что открылся не только зал, но открылась еще и фабрика. Я реально от души нижайше благодарю нашу администрацию Одинцовского округа за их, даже не то, что поддержку. Ведь знаете, самое главное, когда творческому человеку дают правильный импульс, дают позитив. Дают понять, что он нужен и востребован. Да, и это самое важное, и это настолько распрямляет крылья, что я, конечно, не хочу пофамильно всех благодарить, потому что кто-то и обидится, но я реально просто своей родной Одинцовской земле благодарна, что каждый человек, к которому бы я обратилась, каждый был как-то со мной всей душой, всем сердцем. Вот, поэтому открыли три отделения. Это художник-декоратор, театральное искусство и кино и телевидение. Так мало прошло времени с сентября, а дети очень быстро откликнулись, впитали и уже выдают результаты. Вот этого я точно не ждала. Я думала, что как-то вот к ноябрю мы подготовим творческую такую, как бы подведем такой итог, сделаем попушки, мы сделаем красоту с костюмами, с их рисунками. Но как-то это все так быстро идет и набирает ход. Слава тебе, Господи! Художники — это те детки, которые сами учатся создавать пространство. Пространство театральное, в котором будут играть и дети, и взрослые. То есть вот эти вот декорационные всякие разные штучки, конечно, им уже художник открывает. Они сами сейчас будут учиться, уже есть у них маленький опыт, это каллиграфия, это письмо пером, чтобы они каждые могли создавать свои грамоты, создавать какие-то свои такие уникальные проекты. Что касается театральной студии, ну, понятно, это наша такая вода для рыбок. Это, конечно, но такой своеобразный тюз. То есть когда дети играют и со взрослыми, и сами на сцене. А кино и телевидение неожиданно оно у меня как-то так вот появилось. Дело в том, что свое крыло вот этому всему начинанию дал мне мой замечательный, очень хороший друг и человек, которому я очень благодарна. Он мне в моих актерских моментах очень помог. Это народный артист России Юрий Васильев. И он как-то так благословил, дал своих людей на все это интересное дело. И, вы знаете, они сами пишут, они сами и начинают познавать журналистику. Вот Одинцовская неделя нам предоставила полосу. Спасибо огромное тоже этой газете, нашей любимой, родной газете. И мы там уже начинаем потихонечку тоже выстраивать свое такое пространство, где детки уже будут говорить и о каких-то интересных моментах, об Одинцовском районе, что они нового тоже узнают, познают. То есть интересная такая история. Ну, конечно же, они снимают, но самое важное, опять, это образовательное наполнение вот этого вот курса. потому что мне бы хотелось, чтобы дети снимали маленькие ролики в помощь учителю, чтобы они сами проникали, я не знаю, там, ну, изучают, к примеру, там, писателя Толстого, они проникают, делают о нем фильм, его изучают, и учителю помогают уже вот в такой тоже вот своей вот именно образовательной, такая опять же, наша красная линия. Поэтому, ну, посмотрим. Самое главное, что я не знаю, какие будут результаты, но мне хотелось бы, чтобы они были положительные, и чтобы эти дети, которые к нам ходят на занятия, чтобы это они сохранили до конца своей жизни, чтобы эти результаты им помогли потом. Потому что, конечно, весь педагогический состав, который задействован в фабрике, ну, это люди, уже добившиеся интересных своих каких-то жизненных таких, да, вот моментов творческих. Ну, и они очень стараются, они очень стараются передать свою вот эту вот информацию своим подопечным. Это самое главное, как семья относится ко всем этим преобразованиям, и в первую очередь Марьяша, с которой, в общем-то, в твоей жизни тоже совершенно новый этап, и в творчестве в том числе. И вот ты так много сегодня говоришь об образовании, об опыте, который пришло время передать, да, но она, твое продолжение. На том же сольном концерте Марьяша тоже выходила на сцену, и она уже тоже делает первые шаги в сольном пении, и в актерском мастерстве, да, выступая в твоих спектаклях. Как она вообще относится к этому пространству? Не говорит она, мама, когда ты будешь просто мамой, и уже будешь со мной дома? Маршуленька прям называется в яблочко. Вы знаете, вот тоже так говорят, да, что детей не надо воспитывать. Они все равно берут то, что они видят. Какая семья, такие дети. Поэтому, конечно же, у меня была жизнь до Марьяш, и, конечно же, с дочерью. Это два разных, не знаю, два разных каких-то мира, космоса, не знаю. И я вот поняла, что с появлением, когда она появилась, что вот эта передача, она очень важна. Передача информации, передача знаний, своих умений, это очень важно. Но она, конечно, понятна, она даже к великому, если она не будет другой, потому что я читаю, например, так сейчас я скажу, то-то там, дорогие друзья, она такая, мамочка, а я бы не так сказала. Я бы сказала, то есть она все равно живет в этом, ну, как сказать, в этом пространстве, она все равно варится, поэтому уже дает советы. Дает советы. Я рада, что она, что у нее есть вкус. Ну, как правило, знаете, о своем ребенке, как бы, да, как бы, все равно неэтично, как бы, так говорить. Так надо аккуратненько. Вот. Я просто скажу, что я вот тихонечко просто за нее радуюсь. Вот так просто, вот тихонечко скажу. О том, как Господь управит. Главное, чтобы у нее было старание, чтобы доброе сердце ее, оно сохранилось. Дай Бог, чтобы вообще, я знаете, я вот всегда за мир во всем мире, чтобы у всех было счастье, любовь, чтобы человек сиял и мог этим поделиться. Когда человек может делиться, ему же сразу начинают возвращаться. Причем, а когда человек закрыт, он не делится, ну, тогда и, поэтому я вот очень хочу, чтобы она все, конечно, ну, как любая мама, чтобы все хорошее она забрала себе. Ну, приходя вот как раз-таки в ваш театр, заряжаешься вот этой энергетикой, теплотой, любовью, добротой. поэтому ждем приглашения на мероприятие и с удовольствием обо всем расскажем в эфире телеканала Дельцова. Спасибо большое. Вы знаете, как сегодня, коль такое, знаете, получается такое интервью, все равно у меня, я еще раз говорю, что сердце переполняется благодарностью, потому что один человек, он мало что может. когда люди в команде, они могут очень много. Вот мы сегодня вспомнили администрацию и Одинцовскую неделю, и, конечно же, столько было репортажей на Одинцовском телевидении за все эти годы, за 28 лет. Видите, как вы были и в нашем маленьком этом помещении, и с нами тоже переживали, благодарю просто, вот, потому что действительно, когда актеры играли, и там не было ни воздуха, и вот эта вот маленькая комнатка, и все переживали, а как бы вот все, нет, 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 и вдруг вот этот салют, конечно, салют эмоций, салют радости. Я желаю всей душе Одинцовскому телевидению процветания. Вы большие молодцы, потому что вы труженики. А когда люди трудятся, я думаю, что обязательно им Господь дает подарки. Вот дай Бог, чтобы у каждого из вас, у каждого были подарки. Прекрасно. Прекрасное завершение нашего замечательного разговора, нашего интервью. Наташа, спасибо тебе огромное. Было честью поговорить сегодня с тобой, конечно же, побывать в твоем доме. В новом творческом доме. И это взаимно. Все знаешь сама. Да. Спасибо, Наташа, большое. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok